1 2 3 ребят всем привет привет 21 ноября среда меня зовут евгений каташов компания ftm брокерс ежедневный обзор рынка форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения с точки зрения объемов уже написал вам всем ссылочку до что по еврику как бы у нас довольно спорная ситуация как оказывается и как раз таки объемы нам говорят о том что не все так однозначно как бы нам хотелось есть моменты на которые нам следует обратить внимание давайте связь проверим пожалуйста плюсики поставьте если меня слышно если видно то что я показываю сергей поставил плюсики замечательно поехали значит так мы говорили с вами о том и мы видим о том что у нас с точки зрения зон маржинального обеспечения поменялась среднесрочная тенденция правильно но да ну давайте так в рамках этой среднесрочной тенденции у нас основной сценарий работы теперь выглядит вот таким вот образом то есть поработать до недельной контрольной зоны на продаже мы понимаем что вот этот предполагаемый коррекционный лонг реально вплоть до 1450 может сходить и это абсолютно нормально будет ничего в этом плохого нет то есть мы можем улететь вплоть до вот так сейчас секундочку я у стрелочку уберу то есть вот таким вот образом мы запросто можем сходить наверх вот сюда стоит или не стоит работать я вот даже не знаю я вот обратил внимание сейчас глянув на эти точные объемы ай-яй-яй нифига себе как много тут в жарили да вы помните что у нас было по фунту вот здесь до смена тенденции вроде бы но тоже как много здесь жарили максимум что мы смогли сделать это обновить локальный максимум до до зоны не дошли сейчас то вот здесь аналогичная ситуация то есть достаточно много сюда денежек влилось достаточно большие позиции здесь были возможно конечно что все это как раз таки согласно нашей методике объемы это что такое выход из позиции это же ведь тоже рост объемов вот зенур пишет по еврику лонганул там объемов валили ниже ведь это может быть у нас выход из сделки вынуждены тех кто вот здесь по разным причинам покупал данную пару а здесь вышел с позиции может такое быть может имеем мы право так не думать да или да не имеем право реально такое возможно поэтому поэтому мы конечно обращаем на этот на эти вливание пристальное внимание но мы не говорим однозначно о том что здесь вошли там большое количество покупателей каких-то или большое количество продавцов я не знаю кто здесь зашел или вышли поэтому вот эти продажи которые у нас основные по методике по наши до из диапазона выгодных цен но посмотрим здесь вот есть какие-то объем чеки такие интересные да то есть они совпадают у нас четверти ночкой я все-таки остаюсь на при своем до больно это иногда бывает стоять на своем как говорится но тем не менее вот отсюда при наличии паттерна я буду искать точку входа на продажу цели конечно же первое обновление локальных минимум вторая цель недельная контрольная зона пока никаких продажах в режиме реального времени речи быть не может мы видим где находится уровень депо поэтому ждем теста четвертины ждем формирования паттерна ждем формирования новых точных ливаний ждем того чтобы уровень депо перескочил вот так в комплексе все это дело посмотрели и шартанули если не шартовать да ну не шортить вернее ну возможно вы будете и провозимов то что лонганули уже никто не отрицает того что мы можем пойти на обновление этих максимумов или даже эти абсолютно это запросто может быть но работать пока мы будем при наличии паттерна именно на продажу далее смотрим фунт против американского доллара свершилось то о чем мы вчера мечтали хотели вот эти точечные объемы мы пробили импульс на вот этот к мы пробили импульс на мы нарисовали здесь ситуацию которую ждали 123 вот этими максимуме этим и не обновили сейчас если учитывать факт того что это все-таки импульс это коррекция а это импульс говорить о том что у нас вот эта коррекция мы тоже можем работаем на обновление локальных минимумов 15 ноября и на тест недельной контрольной зоны золотого цвета но учитывая опять же момент того что мы вот здесь так довольно ювелирно отбились от скопления двух недельных контрольных зон делать мы это будем опять же не в полную силу небольшим объемом на эту коррекцию смотрим где у нас располагается депок 128 38 с точки зрения объемов и зон и техники это идеальная точка входа на продажу можно смело сюда ставить лимитную позицию это не тупо лимитная позиция да в которой фраза ну слово тупо основное да это лимитная позиция основанная на двух паттернах двойная вершина и 1 2 3 на перебитие скопления объемов предполагаемой коррекции и на техническом анализе который нам говорит о том что неплохо смотрится но продолжение той тенденции которая идет не забываем о том что вот эта коррекция каким образом дано и вот так может выглядеть и вот так только мы потом пойдем тоже это может быть но я буду работать 1 28 38 позицию сел лимит в режиме чуть ли не реального времени могу жмякнуть все объемы всего падения выше объемы последнего падения спорно до внизу мешают немножечко но поэтому небольшими объем пара австралийский доллар против американского доллара вот здесь ребят все будем делать с вами в режиме реального времени теперь потому что я не подготовился по той самой причине что достаточно долго общался с вами до этого поэтому смотрим что у нас здесь мы тестанули смена тенденции кстати мы заметили смена тенденции это раз второе что мы замечаем теперь мы протестировали диапазон выгодных цен на продажу это 2 сверху нас получается сейчас держит недельная контрольная зона раз сверху нас держит вот эти точечные вливания которые по идее получается по факту были продавливающими это нас держит 2 смотрим как распределение объемов происходило у нас на вот этом падении и видим что скопление объемов у нас сейчас также будет сверху сейчас прогрузится это 3 вот она скопление объемов основного находимся ниже следовательно работаем уровень депо коррекции вот мы его тестируем замечательным образом чуть ли не с текущих да это 4 и вот эти все моменты которые я перечислял они нам говорят о чем они говорят о том что сейчас уходим даем импульс заходной на откате вот сделку теперь недостатки поехали недостаток номер один это то что мы здесь отбились от недельной контрольной зоны мы знаем что от недельной контрольной зоны могут происходить объективно обоснованные разворота тенденции как это было например вот здесь или достаточно глубокие коррекционные откаты как это было здесь здесь от недельки разворот там тоже разворот то есть отсюда может быть разворот и он объективно обоснован поэтому это недостаток номер один недостаток номер два смотрим объемы текущего контракта где они у нас ниже текущего положения пары более того вот что у нас выскочила тут прикольное интересно 72 15 появились интересные объемы по всему контракту и мы сейчас находимся выше это второй недостаток третий недостаток это то что глядя вот на этот формат да на этот таймфрейм мы видим вот такую ситуацию и по сути отсюда неплохо купить на обновление максимум то есть у нас есть 4 плюса за продажу и 3 минуса за продажу нету явного понимания того куда же мы можем пойти в сделку и это только обосновываясь на зонах техники и объема если сюда приплетать сейчас опять же мы начнем там данные шарка данные по опционам ситуация не поменяется вот так она и будет выглядеть 50 на 50 у нас будет много сигналов на покупку много сигналов на продажу не вхожу я в данную пару я не понимаю сейчас что делать по данной паре лучшим да опять же отр месячный на здесь сверху то есть что-то говорит покупай что-то говорит продавай самый какой главный и лучший сценарий это не входить просто в данную пару просто вообще не входим все переходим далее далее у нас пара новозеландский доллар мы сейчас также найдем несколько спорных моментов по новозеландцу но блин вот новозеландский чуть побольше почему-то нравится возможно опять же это субъективное мнение это прикольно ту защищали зону да мы вот этого не видели на предыдущих обзорах посмотрите что яростная защита была прям точечно выдавили но опять же что значит выдавили вот смотрите ситуация то теперь какая здесь покупали ребята здесь это что такое скорее всего покупали на зоне значит здесь никого не отморженковали ну понятно что были кто-то те кто ничего не делали да это же не все у нас тут разово вливали но тем не менее смена тенденции есть и мы обязаны работать в недельной контрольной зоне 6730 получается где-то так у нас сейчас целевой ориентир куда мы работаем 6744 даже извиняюсь первой же внутри дневной целью естественно будет обновление локальных минимумов 6781 есть или нет у нас здесь тест четвертины я не вижу нету пока у нас теста четвертинки поэтому более глубокий откат мы ждем 6816 это четвертинка как у нас распределяются объемы сейчас на вот этом предполагаемом коррекционном движении прикольно здесь да ребят нас могут прям вот отсюда сейчас выжать можем и не дойти до этой четвертинки вот такая ситуация и посмотрим ну короче смотрите здесь тоже есть много недостатков на продажу то как например я сейчас буду перечислять просто уже по памяти техническая составляющая глобального тренда который говорит нам о том что лучше инструменту идти вверх затем объемы текущего контракта как мы по острову смотрели они тоже находятся ниже текущего положения пары в большей степени мы должны рассчитывать на покупку и в принципе все а вот на продажу сигнальчиков чуть-чуть побольше нам осталось дождаться теста четвертины то есть 6816 половинку давайте для проформы скажу где находится но не хочу чтобы туда инструменты шел вообще вот эти объемы не хочу чтоб сильно пробивали то есть основная идея будет у нас сейчас ждем тест 40 здесь ждем какой-то вот такой движухи в рамках этой движухи мы будем с вами ожидать что сделал в рамках этой движухе мы с вами будем ожидать каких-либо вот здесь� quelques либо вот здесь точных клеваний и в рамках этой же движухи мы с вами будем ожидать того чтобы при появлении этих точных клеваний у нас куда-то сюда перескочил депо вот это основной сценарий поработать по новозелу. Не нужно сильно вливать сюда, потому что есть такие же спорные ситуации, как по австралу, но их чуть поменьше, чем те, что я там перечислял. Поэтому выбирая теперь между австралом и новозелом, я бы выбрал именно новозелу и поработать на продажу. Далее переходим. Пара доллар против японской иены. Блин, опять вот что вот как-то вот так все смачно, красиво-то. Не хочу я вот таких вливаний здесь. Ну не хочу, а они здесь есть. Ладно, смотрим, что у нас происходит по данной паре. Значит, по данной паре у нас тенденция среднесрочная идет в шорт. Все, что идет вниз, это импульс. Все, что идет вверх, это коррекция. Пытаемся работать на продолжение той тенденции, которая шла у нас в рамках среднесрока по зонам. Целями теперь у нас являются вчерашние внутридневные цели, как бы взяли, но без отката. 112.31 и 112.15 это среднесрок. Смотрим, как у нас распределяются объемчики на вот этой предполагаемой коррекции. Уровень депок сейчас поднимется чуть повыше. Мы должны обратить внимание, а вот на эти точные вливания, поэтому именно уровень депок сюда перескочил. И поэтому ждем мы теперь только паттерна. тест четвертины есть. Тестанули. Дали откат. Опять ушли на тест четвертины. Теперь ждем перебития депок, который уже находится здесь и можно точно обозначить его котировку. Это у нас 112.70. Ну там плюс-минус 1-2 пункта пипса. Смотрите. То есть ждем ухода ниже уровня депок. Параллельно с этим ждем обновления тех локальных минимумов, которые у нас вот здесь сформировались на вот этом предполагаемом паттерне. Да, давайте. Что у меня здесь нарисовано-то? Пускай депок неправильно построится. Вот так он выглядит сейчас, да? И последнее, что мы должны глянуть, это как у нас объем распределяется на вот этом импульсе. Скажите, ребят, сразу, забегая вперед, а как вам интереснее и удобнее, чтобы мы вот эти прогнозы смотрели? Либо чтобы я реально готовился, как я это делал раньше, ну чтобы вот объемы уже были, уже прямоугольнички все эти. Либо чтобы мы это все делали с вами в режиме реального времени, чтобы вы понимали, как я анализирую ситуацию. Мария первая написала живую в реальном времени. Ну вот, вот давайте тогда вот смотрим. Может быть, действительно это будет лучше. Итак, все это падение. Вот где у нас максимальное скопление объемов. Как мы анализируем их? Мы анализируем, что мы сейчас находимся ниже текущего положения скопления, ниже этого скопления объемов. Значит, доминируют у нас продавцы. Смотрим субъективно, но посмотрим вот такой последний самый-самый импульс. Вот здесь будет это самое скопление объемов. Да, забегая вперед, скажу. Сейчас оно пока прогрузится. Но вот такая ситуация. Вот оно. Это тоже диапазон. Диапазон получается у нас сопротивление. И мы работаем на отбой от этого диапазона на уход вниз. Сильный достаточно диапазон. В общем, по-любому ждем теперь обновления этих локальных минимумов. На откате 112.68 можно ставить лимитку, когда окажемся здесь. И продаем данную пару. Не очень хорошее соотношение, да? Сколько мы здесь пытаемся захватить? Ну, порядка 36 пунктов. На минимум 53 пунктов до среднесрочной цели. Но стоп чуть больше, чем 25 пунктов. Вот так ситуация у нас. Так, что у нас? В реально мысли и рассуждения имеют большее значение. Я вообще за утренний кофе. Зинур, ну, никаким образом сейчас утренний кофе я делать не могу. И опять в отпуск улетаю. Не говорить это руководство FTM и Фрэша. Реально. Потому что, ну, вот так опять получилось. Устал я. Так, смотрим дальше. Пара доллар против канадского доллара. Очень верил я в эту пару вчера, но не случилось, не произошло, как говорится. Сейчас смотрим, что у нас здесь получается. Убираем все лишнее. Живут же люди. Ну. Для того мы и работаем. Так, смотрим. Сейчас все это удовольствие выглядит у нас по лонговому. Вчера мы еще предполагали остановку тенденции, попытку разворота, попытку вот отсюда поторговать. Не случилось, не свершилось. Выбираем теперь вот это у нас основной импульс, правильно? Смотрим, какие на нем объемчики. Смотрим, где у нас четвертиночка. 1.32.66. Половиночка у нас 1.32.15. Явных точных клеваний здесь нет, но мы выделим вот такой диапазончик. Он совпадает с четвертинкой и с золотой четвертинкой. Но сейчас вот объемы в реальном времени, учитывая факт того, что мы еще и транслируем это все, долго грузятся. Видите? Почему я старался готовиться к этим? Вот видите, тупо объемы не могут прогрузиться. Вот, прогрузились. Здравствуйте. Итак, у всего этого импульса максимальное скопление объемов ниже. Следовательно, мы говорим о том, что у нас доминируют пока покупатели. На этом росте есть еще вот такое скопление 1.32.34.1.32.70. Мы тоже выше доминируют покупатели. Депок. Пока высоко. Пока он высоко. Поэтому, что мы ждем? Мы ждем теста зоны 1.4.1.32.66. Здесь опять же ждем формирования паттерна. Желательно вот это скопление объемов, вот эту проторговку 1.32.34 не пробивать. То есть, и вот здесь где-то может паттерн у нас сформироваться. Тут же, что мы будем смотреть? Все по традиции. Точечные вливания где-то здесь. Пускай начнут там рисоваться какие-то. И входим в сделку на покупку. Если будем уходить ниже, чем 1.32.34, то есть, ниже вот этого, вот этой проторговки, ну, точной котировочки можно глянуть более точнее. Я не буду покупать от зоны 1.2. Я тогда посмотрю, что происходит дальше по этой паре. Но вот из этого диапазона при наличии паттерна и перетекании уровня ДПОК ниже, не должен он быть на 1.33.03. Тогда входим в сделку на покупку. Чего-то одного из этих моментов не будет. Пропускаем сделку, просто наблюдаем за парой, не смотрим, что там дальше происходит. Уже завтра, послезавтра будем строить планы. Дальше переходим. Швейцарец. Пока вопросы. Я в чемодан помещусь, вместе с музыканом. Еще носить вещи готов и бегать в лавку. Я даже детей не беру. Даже детей. Ой, дети даже не знают, куда мы это чухаем. Я им сказал, что по работе уезжаем в другой город. Обманщик папа. Вот. Так что мы решили... Не, жена знает. Жена знает. Жена сказала, ты можешь без меня в отпуск, конечно, когда-нибудь и слетать, но только не туда, куда мы летим сейчас. Я думаю, теперь все понятно, да, куда я лечу. Все. Значит так. Здесь тенденция шартовая. Смотрим, как выглядят объемы на этой тенденции. Вот у нас начало этой тенденции. Вот предполагаемое пока окончание импульса. Как у нас распределяются объемы на предполагаемой коррекции? Уровень депок пока 0.9952. Но мы четвертинку не протестировали. Четвертинка у нас еще 99.60 по котировкам нашего брокера, да? Половиночка 1.0010. Можем дойти до половинки? Да в принципе почему нет? Обратите внимание на то, как у нас распределяются объемчики и что было вот здесь. Понятно, что это вообще в азиатскую сессию, но какой-то всплеск был. Максимум объемов у нас сверху. Это мы знаем. Есть скопление объемов у нас вот здесь. Вот они. На вот этой проторговке, на вот этих точных плеваниях. Чуть ниже половинки, где-то здесь золотая у нас получается четвертина, да? Цели у нас теперь далекие. Почему? Потому что мы вчера все-таки до целевых ориентиров дошли, хотя и без отката. И внутридневные цели, обновление локальных минимумов. Что ждем? Неплохо все смотрится в рамках того, что сейчас рисуется. Возможно, какой-то КМ. Ждем теста зоны 1,2, 1,4. Уход ниже КМ. На откате к уровню Депок 0,9952. Тупо лимит пустая. Но сначала, ребята, дождаться теста зоны 1,4. Вот таким образом я буду работать по данной паре. Очень тонко, очень аккуратно, с коротким стопом, с возможно быстрым переводом сделки без убыток, потому что все-таки отбой здесь у нас где опять же? Вот недельная контрольная зона. Может отсюда быть полноценный разворот тренда? Тоже может быть. Вот эту ситуацию никто не отменял. Поэтому ждем здесь формирование паттерна. Потихонечку продаем. О покупках начнем думать только после закрепа за 1,4 без теста 1,2, потому что от недельки отбились. Либо уже среднесрочные покупки после закрепа за 1,2. Вот такой сценарий у нас на продажу. Но опять же сам паттерн может у нас конечно и до объемов пролететь наверх. Мы можем его и вот здесь искать. Но тогда нам нужно будет, чтобы уровень депок еще раз поднялся куда-то наверх и перетек. То есть если мы нарисуем здесь паттерн а депок останется здесь, вот эту сделку не совершаем. А если депок перетечет и точные вливания в очередной раз мы будем их ждать где-то появится тут, там, тут. Замечательно. Если по первому паттерну работать то вот этот момент мне классно бы понравился с точными вливаниями. Вот такая ситуация. Вот так мы разобрали эту пару. Продаем. Золото. На тоненького, ребят, на тоненького. А что тут у нас произошло? По-моему мы уже обновили. Нет, не обновили максимум. Слушайте, кто-то тут сидит такой жесткий, да? Давайте смотрим, что у нас происходит по золоту. Интересный момент. Тоже интересный. Рекомендую посмотреть эту ситуацию. Итак, у нас среднесрочный импульс вверх. Вот как. Давайте я сейчас поставлю, чтобы объемчики у нас грузились пока. Пока объемчики на загрузку. и начинаем размышлять. Начинаем с вами думать, начинаем с вами размышлять. Значит, у нас вот это все дело среднесрочный импульс вверх. В рамках этого импульса вероятность отработки недельной контрольной зоны составляет 70-75%. Пока мы не дошли до недельки. Все, что идет вниз, здесь, здесь, это все коррекции. Я не могу сказать, что вот эта коррекция была прям полноценной, потому что мы не отработали зону 1,4 даже. Но я очень сильное внимание уделяю вот этому минимуму. Для того, чтобы покупать данную пару, мы не должны эти минимумы обновить. Я объяснял подробно почему, но давайте здесь я постараюсь это быстренько накидать. То есть у нас есть вариант того, что идея, вернее, тенденция вот таким образом развивается. В рамках этой тенденции вы видите объемы вот этого последнего коррекции. 1218, 1222. И здесь же у нас формируется возможно, если мы перебьем вот эти минимумы, то у нас здесь формируется вот такой паттерн на окончании коррекции. Правильно? И получается, что тогда мы должны будем работать на продаже. Поэтому я не допускаю для покупок обновления вот этого минимума. А если я не допускаю для покупок обновления этого минимума, то и покупать мы должны только сейчас. что для покупок с технической точки зрения нам нужно? Смотрите, вот они объемчики 1222. Вот КМ есть у нас какой-то, который пока мы ничего не нарисовали, мы его не обновили, но нам нужно дождаться обновления вот этого КМа и уход чуть повыше объемов, выйти импульсно отсюда. и тогда на откате покупаем данный инструмент. Вот это основной сценарий и единственный можно сказать на сегодня. Нельзя уходить ниже, входить сейчас тоже нельзя, нужно дождаться обновления вот этих максимумов и 1222.98. Вот такая ситуация у нас на покупку. Но опять же рассматривать идеи по вот этим точным вливаниям, их по золоту очень много всегда и везде, конечно обращаем вот сюда, но у нас и первый тейк приблизительно там же должен стоять, где эти самые точные вливания. Ну вот будем вот таким образом покупать, ну может быть чуть поближе поставить первый тейк, там 1 к 2 взять и все замечательно. Дает, дает нам золотишко, сейчас вот возможность зайти. Но обращаем внимание, что золото, если идет на укрепление, типа на ослабление баксов, а у нас вот эти инструментики-то все среднесрочно развернулись, кроме иены и швейцарца. Ну и получается золото. Все, аккуратненько, по золоту покупаем. Нефть. Моржал у нас поменялась, я забыл про это сказать. Так, точечного вливания мы никаких по нефти не видим, не видим. Давайте будем отслеживать в моменте, как у нас идет и развивается это движение. Первое, на что следует обратить внимание, мы отбились ювелирно от недельной контрольной зоны, построенной по новым маржинальным требованиям. На что обращаем внимание? на вот эту ситуевину, которая мы оказались все-таки ниже, мы обращаем теперь внимание, продавили, как диапазон сопротивления. На всем этом падении сейчас объемчики прогрузятся, покажут нам, что они хотят. И уровень депок нам нужен еще, правильно? По коррекции. Я буду ждать теста четвертинки, ой, теста половинки. Посмотрите, пока его не произошло, у нас половиночка сейчас располагается по следующим котировкам. Значит, смотрим. 54-55 это половинка. Продаем данную пару вот по такой формации, только ждем теста этой самой половинки и затем перебитие контрольного минимума на откате продажи. Депок не прогружается у меня пока. Вот, вот, недостаток того, что все это дело прямо в прямом эфире делаем. Пока не прогружается, но давайте цели обозначим. Цели достаточно далекие сейчас, но работать по нефти, я вообще один год не работал по нефти, одна сделка была на той неделе, классная, которая дала заработать. Не знаю, как буду входить и буду ли вообще, но цели замечательные. 51-05, то есть практически на 51 нефть у нас может свалиться, поэтому давайте мы по нефти зайдем в сделочку все-таки. Идея неплохая, соотношение неплохое, нравится мне этот сценарий, поработать на продажу по формированию паттерна. По золоту и сел и лонг одновременно запускаю в долгосрок. Самое умное решение, в кавычках Зимур. Ну, давайте будем немножечко это, нужно все-таки принять решение какое-то. Пускай оно будет неправильным, да, но это твое решение, но сейчас вот оно такое у тебя, не совсем правильное, я бы сказал. Ладно, Депокс сейчас не прогружается в режим реального времени. Много, кстати, вот тут по вертикальному объемам, если судить было. Ну, в общем, я пока продаю, буду пытаться продать нефть, цели обозначили. Все, ребят, здесь мы опять же общаемся, я решил перейти на такой формат, не конкретно прям тын-тын-тын-тын-тын-тын, а общение с вами, пускай кому-то это не нравится, может быть, даже многим это не нравится, поэтому они негативно относятся к таким видам обзоров. Но я не гонюсь за толпой, я гонюсь за тем, чтобы общаться с грамотными людьми, которые понимают вот эту суть того, что я хочу передать и со мной на одном языке разговаривают. Критика приветствуется, только объективная, без оскорблений, без матов. Загрузится это видео на YouTube, пожалуйста, там задавайте свои вопросы, пишите. Сейчас приходят сообщения о дивергенции по золоту, поэтому и разнонаправленному. Я опять же говорю недавно, только вчера про дивергенцию, а вообще где-то год-полтора назад у меня был просто огромный вебинар, посвященный дивергенции, и очень долго мы там общались, и итогом этого вебинара, он в открытом где-то доступе лежит, сам искать не буду, я их не обозначаю. Так вот, там у меня было, мы доказали по итогам о том, что дивергенция вообще не работает. Статистика отработки дивергенции, ребят, но в том плане, в котором ее понимают все, она менее 10%. Все видят на истории, какая она красивая, замечательная, там максимум, тут обновили, тут не обновили, но никто не понимает, как это все дело, реально нужно отрабатывать правильно. И тогда вероятность повышения отработки есть, но опять же, нужно понимать, где ее искать. Вот. И вот Xenure 20 раз так делал, нормально, по золоту. Ну, возможно, это твой стиль торговли, я же не спорю, может быть, оно будет и правильно. Все, ребят, сейчас давайте мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто пришли. Всем спасибо. Всем пока-пока.